Ой, я ж, я ж заплакал. Так, так, так. Всем здравствуйте, любители бесконечного лета. С вами Виктор, канал Витёк Плей, мы продолжаем... Точнее говоря, добиваем, наверное. Основную ветку повествования. У нас осталась одна единственная концовка. Когда мы с вами шли к городу, помните, в прошлой концовке, у нас был выбор повернуть назад, то есть вернуться в лагерь, потому что нам по рации сообщили, что тут невероятное творится. Вот, мы это сделали, ну и отличную концовку с вами получили. Ну, ещё есть вариант идти вперёд в город. Давайте посмотрим, что будет там. Идти вперёд. К чёрту этого совёнка. Не существует никакого лагеря пионеров. И уже всё равно, почему меня занесло туда. Главное, выбраться, да поскорее. Пойду дальше. Пожалуй, плечами, стараясь показать максимальную незаинтересованность. Юля некоторое время внимательно смотрела на меня, но затем сделала несколько шагов вперёд, словно приглашая следовать за ней. Ну так ты идёшь? Кажется, впервые за весь день мы приблизились к городу хоть немножко, хотя бы на пару сотен метров. Я уже почти уверился в том, что мне наконец-таки суждено дойти до него, как вдруг сзади послышались гудки. К нам стремительно приближался автобус и карус, рассекая ночную темноту ярким цветом фар. Я благоразумно отошёл к обочине. Я благоразумно отошёл к обочине. Вот ещё. Юля рядом не оказалась. И как только у неё получается так незаметно исчезать и появляться. Ну потому что наш плод твоего воображения, мы это в прошлой серии ещё поняли. Автобус медленно остановился рядом со мной. Открылась дверь и... Из неё вышла Ольга Дмитриевна. Ах, вот оно, куда они все делись в прошлой серии. Они, оказывается, сели в автобус и уехали. Семён, почему не вернулся? Я же тебя просила. Я о том же могу вас спросить. Вы говорили, что случилось что-то серьёзное, а сами... Ладно. Внезапно смягчилась она. Залезай в автобус. Как? Что? А как же город? Вот мы и едем, чтобы узнать, что там происходит. Я колебался. С одной стороны, на автобусе действительно быстрее, а по этой дороге, похоже, до города всё же можно добраться. С другой же поведение вожатой выглядело странно. Хотя, пока нам по пути. Хорошо, согласился я и сел в автобус. Ой, Семён, зря чувствую. Ой, зря, Семён. И Карус мирно, подпрыгивая на кочках, медленно двигался в сторону таинственного города. Даже слишком медленно, как по мне. Я настолько устал, что глаза начали закрываться сами собой, Семён, не спи, не вздумай. А как же Юля? Я вот так просто оставил её там одну. И ведь в этом автобусе, кажется, поместились все пионеры, бывшие в Савёнке. Может быть, она что-то хотела мне сказать? Впрочем, как я не боролся с Морфеем, через пару минут с последнего сидения окружающим был слышен только мой раскатистый храп. Семён сдался. Надо было пешком идти, мне кажется. Всё, наконец, закончилось. Или нет? Я так хотел выбраться, так отчаянно старался не спать. Неужели всему виной усталость? Нет, вряд ли. Мне словно ввели снотворное. Ну не могут люди вот так просто отключаться. Я же не страдаю нарколепсией. Видимо, что-то со сном связанное. Мысли неслись быстро, спокойно, как широкая безбрежная река. Их полёты не мешали внешние раздражители, потому что я спал. Но в то же время, как будто бы находился в сознании. Вот сейчас открою глаза и... На меня смотрел облупившийся от старости потолок. Большая, продольная трещина разделяла его надвое, грозясь обрушить все верхние этажи. Мирно, но натужно шумел кулер компьютера. В воздухе кружилось тысячи пылинок. Даже красиво, словно в некоем подобии танца. А за окном заунывно выл ветер. Облизывал заледеневшие стёкла и уносился вдаль, закручивая хоровод из снежинок. На мой мир весело подмигивая смотрела луна, яркая по-зимнему холодная. В голове звенело. Она была тяжёлая, слегка кружилась, а во рту был мерзкий привкус. Словно накануне съел пепельницу и запил бутылкой водки. Осознание пришло не сразу. Как будто я вчера собирался куда-то ехать, а потом... И мне снился странный сон. Про лето, про лагерь, про пионеров и вожатую. Про странную девочку, кошку и далёкий город. Я постоянно забываю конец своих снов. Так добрался до города или нет? Но подождите, точно ли это был сон? Ведь я провёл в этом лагере почти неделю, однако часы были со мной не согласны. По их подсчётам прошло всего около 12 часов. Я сел на кровати и принялся вспоминать. Чувства и эмоции были по-настоящему живыми. Но события этого сна словно заволокло дымкой. Я помнил девочек, помнил их слёзы и улыбки, помнил радость и грусть, которые мы пережили вместе. Но вот лица и фигуры как будто скрывал сумрак. А ещё какая-то шахта, бомбоубежище, а потом остров, потом отъезд. И эти чёртовы кузнечки, которые мешают спать. И Славе, и Лена, и Алиса, и Ульяна, и Маша. И Юля! Но было что-то ещё, что-то за пределами сна. Моя жизнь после. Словно на новом уровне существования. Да, ведь я много раз просыпался, встречал этих девочек наяву. А потом всё сначала. О-о-о, попёрло, погодите! Такой огромный объём информации просто не укладывался у меня в голове. Память была переполнена. Каждую секунду что-то забывалось. Я перестал понимать, что реально, а что нет. Все события в лагере слились в одну причудливую картину, как калаш, составленный из работ сотен художников разных стилей. Обрывки чувств, тени эмоций, куски воспоминаний. Мою жизнь разорвали пополам и неумело сшили обратно. А в итоге получилось что-то вроде той увечной куклы, которую мы нашли с Ульянкой в старом лагере. Опа, отсылка к кукле. Подождите, или со Славей. И со Славей и с Ульянкой ты её находил. Перед глазами вдруг во всех подробностях пронёсся точно тот ночной поход на поиски Шурика. Но при этом я даже не мог вспомнить лица девочки, которая была со мной рядом тогда. Может они все с тобой ходили? С каждой секундой сон становился всё туманнее. Неужели вскоре он вообще забудется? Нет, не хочу, я должен помнить. Пусть даже без подробностей, пусть даже без лиц. И возможно без имён. Ведь это не просто сон, я знаю. Точно. Это нечто большее, нечто очень важное для меня. В голове начал звучать голос, как будто бы не мой. Чужой. Сначала тихий и далёкий, с каждой секундой он становился всё громче. А вскоре я почти что смог разобрать слова. Но это были скорее мысли. В одном электрическом импульсе сосредоточилось больше, чем в тысяче книг. Я вспомнил, что во сне осталось какое-то незавершённое дело. Город? Но нет, до города я вроде бы добрался. Юля! Из глубин сознания всплыл образ девочки-кошки. Она грозно смотрела на меня и смешно шевелила ушами. То есть это был не сон? Неделя, проведённая в лагере, не сон? Я прошёлся по комнате, выглянул в окно. Окружающий мир был всё таким же, как обычно, как вчера. Ещё немного и я сойду с ума. Тишину моей квартиры нарушила противная трель дверного звонка. И кому только понадобилось в такой час. Слушайте, да ему ещё никогда никто не звонил в дверь. Сначала я не хотел открывать, даже испугался. Но потом подумал, что это отличная возможность проверить. А не сон ли это? Это в смысле, где он сейчас? Ведь люди во сне и наяву, это две большие разницы. Вот сейчас открою дверь и узнаю. В два прыжка я оказался в прихожей. Рывком дёрнул ручку, даже не посмотрев в глазок и... Что там? Охренеть. Да ладно, чё, правда? Ха-ха-ха-ха. Ой, я ж... Я ж заплакал. Не ожидал я их тут всех увидеть. На пороге стояли девочки. Те самые, из лагеря. Но в них как будто бы что-то изменилось. Я не помнил во всех подробностях их внешность и сна. Однако прическа Славе... Другая, явно. И Ульянка словно стали... Стала выше. На несколько секунд повисло тягостное молчание. Я просто застыл. Мысли остановились. Не было ни страха, никаких других чувств. А девочки как будто и не удивились вовсе. Привет, весело сказала Славя. Ну что, стал как неродной? Воскликнула Ульянка. Как вы здесь? Я с трудом подбирал слова, но вот составить из них осмысленный вопрос не получалось. Ведь столько всего хотелось узнать сразу. Подождите, девочки. Нельзя вот так человека пугать. И я тут же вспомнил Лену. Нашу жизнь после лагеря. И Славю тот разговор ночью на остановке. И Ульяну нашу встречу в институте. И Алису на моем концерте. И даже Машу в другом мире. Но как? Да, пожалуй. Короче. Начала Алиса Бойко. Ты не удивляйся. Так, для начала. Думал, ты там один был? В Савенке. Да-да, в Савенке. Так вот, не один. И мы там были. Но как вы? Вы здесь вместе? Дело в том, что у каждой из нас был свой лагерь. А у тебя свой. То есть, в наших ты вел себя по-разному? Славя засмущалась. Да ладно. А как они меня нашли? Еще как по-разному. За мной Стор там этим гонялся. Еле убежала. Так получилось, что мы раньше вспомнили и поняли, что это не просто сны. Подождите, но как же? Ведь прошел всего один день. Нет, это продолжается куда дольше. Сначала я тоже думала, что сны про лагерь снятся только мне. Но потом люди оттуда начали становиться реальнее. Ты начал... Она глубоко вздохнула. И эти ужасы... Казалось, Лена была готова расплакаться. Да хватит тебе, тысячу раз же говорили, что это не он, а какой-то другой Семен. Кхм-кхм. Как это другой Семен? Понимаешь, этих снов много и лагерей много, у каждого свой. И в каждом ты ведешь себя по-разному. Где-то даже вот так. Она грустно посмотрела на Лену и продолжила. Многие твои воплощения рассказали нам про другие лагеря и других нас. Но там мы лишь куклы, выполняющие определенную роль. Кхм-кхм. Я вот никакая не кукла, возмутилась Ульяна. Э-э-э... Ну... И нам это надоело, конечно же. Мы начали искать выход. И вот однажды я попала в мир Мику. Не называй меня так, Маша сказала. Но ведь я помню, там лагерь был совсем другим. Мы снимали фильм и... А какая разница? Все равно сон шел по кругу. Кхм-кхм. Так. Ну и потом нам удалось связать остальные миры в один. Для нас пятерых. Дальше дело техники. Алиса улыбнулась. И я узнал эту улыбку. Оставалось только найти тебя. Найти меня? Зачем? Нет, конечно, я не против был. Наоборот, все наконец-то стало на свои места. Совенок, пионеры, вожатые, эти девочки. А Юля? Кто? Юля, девочка-кошка, вы ее разве не видели? Да, там, кажется, что-то такое говорили. Как же так? Я до сих пор чувствовал, что в чем-то виноват перед Юлей. Вот так и получается, что у нас у каждой был только один мир, а у тебя их было много. А потом мы поняли, что с реальностью связан только ты. Как поняли? Нам рассказал пионер. Ну, то есть ты, который заявил, что в том сне уже давным-давно. Это вот этот, который к нам приходил, что ли? Басистый? Да, очень странный тип. Больной какой-то. Все сказано имя не укладывалось у меня в голове. Ладно, подождите. Я собрал мысли в кучу. То есть этот лагерь не сон? И это все продолжается уже давно? Лагерей много, везде есть я и вы. Но и у каждой из вас он один, а у меня много? Нет, не понимаю. В общих чертах все так. Да хватит киснуть. Ты такой скучный, весело же. Я вот никогда в пионер-лагерях не бывал, например. Да и ты вряд ли. Но кто все это придумал и зачем? Вот за этим мы и пришли, чтобы выяснить. Но как вы меня нашли? Вдруг появились сомнения, даже страх. Ульяна тут же больно ущипнула меня. Ай! А то подумаешь еще, что спишь. Это было несложно. Конечно, твои копии могут быть разговорчивыми, если захотят. Или если их составить. Ха-ха-ха, Ленка! Она походу делала там кого-то расчекрыжего, да? Чтобы узнать мой адрес. Тихо добавила Лена. Так что сначала мы все познакомились наяву. А потом уже и пришли к тебе. Встречай гостей! Ну, дела. Моя жизнь изменилась в мгновение ока. Еще бы, прикиньте, парень просыпается, пять телок классных стоит на пороге и говорит, давай запускай. Из каждой из них он, кроме Ульянки, что-то успел сделать. Круто. Конечно, я не помнил этот сон или сны, как говорят девочки в таких подробностях, но тоже чувствовал, что лагерь это нечто большее. Он объединил нас сначала там, а теперь и здесь. Оставался лишь вопрос с Юлей. Но может быть, я знал ответ. Может быть, он просто забылся, как забылось и многое другое. Ладно, надеюсь, вы мне расскажете все в деталях. Конечно. Мы за этим и пришли. Ну тогда проходите. Что в дверях стоять-то? Чай, кофе? Потанцуем? Набавил я, стараясь успокоиться и прийти в себя. Лена сверкнула глазами. Ну ладно, давайте танцы оставим на потом. Черт. Жесть, Еленке, как обычно, наверное, за пазухой нож лежит. Маньячка. А, вот так вот даже, смотрите. У каждой истории есть начало и конец. У каждой истории есть свои там всякие заморочки. И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении открывались бы вещи, на которые раньше я не обращал внимания. Но у каждой книги есть и своя последняя страница, перевернув которую, мы ставим книгу на полку. Чтобы завтра открыть новую. Видите, здесь тоже концовка такая. Лошная. Ну давайте, показывайте мне что-нибудь. Че мы сидим? Просто так смотрим. Гарем-мастер 80-го уровня. Гарем-мастер 80-го уровня. Гаремная концовка. Эх. Да, как и говорили, здесь совсем недолго было. Че сказать-то, что подумать. Даже в шоке я, если честно. Значит, они тоже там спят. В этом лагере. В некоторых лагерях. То есть в некоторых лагерях они были как роботы, да? Типа выдуманные. А в некоторых они настоящие были. Или что? Я вообще правильно понимаю все это? Затею-то. То есть мы по этим лагерям шаримся. Шаримся, шаримся. Нас много. Они тоже много раз. Там пересекались все. И приехали к нам в гости. Но опять-таки нам не говорят, почему это все происходит. Зачем это все происходит? Ух, что ж нифига себе картинка. Вот такое че-то я раньше не припоминаю. Это мы типа на юг потом поехали отдыхать вместе. Начали этот лагерь. И пошли купаться. Все понятно. Все логично. Эх. Ну что ж, ребята. Игру можно считать пройденной вдоль и поперек. Ну, плохие концовки, как я уже говорил, я проходить, наверное, не буду. Потому что, в принципе, все плохие концовки, которые отличаются от хороших, я прошел. Которые не отличаются. Смысл показывать я не вижу. Потому что там будет все то же самое, что и в хорошей токе. В конце нас не посещает девчонка. И все. Вот. Так вот. Ладно. Игра пройдена, ребят. Что касается DLC, вебстань, что-то спрашивали, будет или не будет я проходить дополнение и так далее и тому подобное. Смотрите. У нас есть официальное дополнение. Там про историю одного пионера. Это про Женю, насколько я понимаю. Ее мы с вами пройдем. Но не скоро. Но не сразу. Может быть сделаем перерыв. Недельку или две. Вот. Плюс есть еще один мод. Я встречал на просторах воркшопа. Вроде как говорится, что это не оконченная история Мику, которую тоже планировалось сделать с несколькими концовками. Они как вот ужастики они снимают, да? Именно реально полноценная история Мику там до седьмого дня и так далее. Вот. Вроде как это тоже именно от создателей этой игры. Просто они то ли не успели, то ли не доработали эту концовку, то ли чего-то им не хватило. Но там энтузиасты с преддержкой создателей все-таки добили эту концовку и тоже сделали в виде мода. Возможно ее тоже, эту мод я пройду. Но опять-таки, как я сказал, через большой такой промежуточный перерыв. Потому что, ну, игр много хороших выходит. Во всех хочется поиграть. Я же не специалист по визуальным новеллам. Ну, то есть, как бы, мне они нравятся, если игра сама очень даже красивая. Но мне и другие игры тоже нравятся. Вы не поймите меня превратно. Я не собираюсь всю жизнь играть в одни новеллы. Так что, давайте. Делаем перерыв, ребят. Довольно-таки солидный. Не нужно допоказать вам Лару Крофт. Нужно отыграть в XCOM 2. Скоро к Dying Light'у выходит DLC, который тоже очень хочется посмотреть и пройти. Потому что игра-то ого-го классная. В общем... Ну, а после всего этого попробуем и рубанем... DLC-шки. Всем всего хорошего, ребята. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Это все глобальнейшее прохождение в 41 серию. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Продолжение будет, еще раз говорю. Но потом... Не ждите сразу. До встречи. В следующей серии и в других прохождениях. С вами, как обычно, был Виктор. Пока-пока. Держи пятюню от пятюни. Па-па.